Здравствуйте, это новости Дагестана на ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс. Очередная спецоперация. Сотрудники ФСБ задержали несколько членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Заслуги в уходящем непростом году. Сергей Меликов сегодня вручил государственные награды выдающимся дагестанцам в различных областях. Подробности в сегодняшнем сюжете. Очередная акция «Новый год в каждый дом» состоялась в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Очередная спецоперация в Дагестане. Сотрудники ФСБ задержали четырех членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным ФСБ, задержанные планировали устроить взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД. В оборудованном террористами тайнике и в месте конспиративного проживания были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство. Кроме того, в их мобильных телефонах найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом. Возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 205. Участие в деятельности террористической организации. В Дагестане 2021 год объявлен годом столетия со дня образования Дагестанской автономной Советской социалистической республики. Накануне такой указ подписал в Рио главы республики Сергей Меликов. Такое решение принято в целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого поколения. Как отметил Меликов, на предстоящий год запланировано множество торжественных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Напомним, что в январе 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял декрет об образовании Дагестанской АССР, ознаменовав рождение новой республики. Сергей Меликов сегодня вручил государственные награды выдающимся дагестанцам. Ими были удостоены специалисты в самых разных областях. Это наука, сельское хозяйство, образование, культура и, конечно, медицина. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Марат Курбанов заведует отделением реанимации Сергакалинской районной больницы. Медикам приходится очень тяжело, признается он. Во время пандемии объем работы вырос многократно. Бороться приходится не только с ковидом, но и с собственной усталостью. Огромный труд провели мои коллеги и проводят до сих пор, и продолжается эта работа у нас. Ну, видите, мы стараемся, все врачи, все коллеги мои стараются, из последних сил стараются, работают. И надеюсь, что следующий год будет лучше для всех, для всего народа. Хочется выразить благодарность, конечно, дагестанскому народу, которому мы не одни были. Народ Дагестана всегда нам помогал. Ордена и медали получили сегодня 12 медицинских работников. И это не только руководители больниц, но и обычные доктора и фельдшеры, медсестры. От их умения, действий и скорости принятия решения зачастую зависит жизнь пациентов. Сергей Меликов отметил мужество и стойкость медиков, которые в сложные дни показали себя как профессионалы своего дела. Самоотверженные усилия работников здравоохранения, сплоченность медицинских коллективов, взаимная поддержка сыграла огромную роль в спасении тысяч жизней наших земляков. Защитить их здоровье. Понимаем всю тяжесть ответственности, лежачих на ваших плечах. Госнаграду из рук Сергея Меликова получила и врач-инфекционист Кизилюртовской больницы Альшат Сагитаева. Орден Пирогова. Он был учрежден по решению президента страны в честь всех медработников, проявивших себя в период пандемии. Награда, конечно, для меня это много чего значит. Это, я считаю, не только свои награды, это награда всего Кизилюртовской центральной городской больницы, за что им огромное спасибо. Огромное спасибо хочу сказать своим родителям за то, что они мне дали такую возможность работать и помогать людям. Также хочу выразить благодарность от имени всего коллектива тоже за то, что оценили труд медицинского работника так высоко. В этот день свои награды получили учителя, музыканты и научные деятели. Каждый из них отличился и сделал свой вклад в историю республики. Говорил я о достижениях дагестанских спортсменов. Феноменальные успехи, достигнутые дагестанскими борцами на прошедшем недавно Кубке мира, весомый вклад внесли воспитанники Хасаюртовской школы борьбы. Большую роль в развитии этого вида единоборств в городе внес Сайпудин Алиасхаба. Спорт это посол мира. Спорт один из немногих брендов Дагестана, который возносит нашу культуру, традиции по всему миру. Посмотрите, благодаря Хабибу Нурмагомедову и нашим другим знаменитым спортсменам почти весь мир уже знает о нас. Поэтому я горжусь, что нам всем помогают и благодаря министру спорта республики, который с его приходом начал закон строительства спортивных объектов. В этот день Сергей Меликов выделил труд учителей, говорил и о достижениях дагестанских композиторов. Также в рио главы региона вручил почетные знаки республики Дагестан за любовь к родной земле. В завершение Сергей Меликов еще раз поблагодарил всех приглашенных за труд на благо процветания России и Дагестана. Пусть Новый год будет лучше, чем год нынешний. Самое главное, чтобы в этом году у всех было сохранено здоровье, во всем благополучии. Огромный и низкий поклон вашим родным и близким, особенно тем, кто ждет вас с полей сражений из наших больниц. Из наших лечебных учреждений. И хотелось бы, чтобы в будущем году у нас было больше радостей. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В рио главы Дагестана подписал указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетом. Всего в список вошло 15 поселений. Основным критерием при выделении денежных средств стало достижение наилучших показателей в работе органов местной власти. Оценка эффективности проводилась за 2019 год. Среди городов первое место занял Дербент, второе – Махачкала и третье – Хасавюрт. Самый крупный грант в размере трех миллионов получит Шамильский район. В Дагестане проходит вакцинация военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии против коронавирусной инфекции. В настоящее время вакцинацию военнослужащих флотилии от COVID-19 проводят медицинские специалисты в поликлинике города Каспийска. Для ее проведения назначены две прививочные бригады. В первую очередь получили вакцину военные и медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией. Военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 30 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Цифровая эра в глубинке. Жители отдаленных районов Дагестана подключат к точкам финансового просвещения. Население сможет получать консультацию по вопросам кредитования, порядка расчета платежей, страхования и не только. Всего планируется запустить 135 точек финансовой грамотности. Проект будет реализован республиканскими властями совместно с отделением Нацбанка России. По данным Минэкономразвития Республики Дагестан, для этого уже сформирована и принята дорожная карта, в которой предусмотрены и безналичные платежи в отдаленных поселениях Дагестана. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Приятных выходных. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова